Просьба не вести запись и не фотографировать самостоятельно. Желающие задать вопросы спикерам могут сделать это после его выступления. Итак, тема нашего сегодняшнего собрания, цикл скайп-встреч кругу друзей на группе Надежда, Тель-Авив. Наш приглашенный спикер сегодня Андрей из Москвы. Сейчас Ваня нам его подключит. Добрый вечер, Андрей. Добро пожаловать в Тель-Авив на группу Надежда. Добрый вечер, Андрей. Андрей, алкоголик. Окей, пожалуйста. Я могу начинать? Да, пожалуйста, твое время 40-50 минут, потом вопросы-ответы. Пожалуйста. Еще раз повторюсь. Я не услышал, сколько у тебя времени. Да, у тебя время 40-50 минут на спикерскую, а потом вопросы-ответы. Хорошо, спасибо. Еще раз всем привет, Андрей, алкоголик. Я первый раз, ну начну сначала. Я первый раз попробовал алкоголь в четвертом классе, будучи ребенком в компании старших товарищей. И вот в тот день, в этот день, в Новый год, я испытал духовное пробуждение, выпив стакан такой мутной жижи. Те, кто постарше и жили в Советском Союзе, знают эти напитки из бутылки 7. И эти ребята, которые иногда отбирали у меня сигареты, могли дать пинка, они вдруг стали самыми лучшими людьми вообще, которые были рядом со мной. Зимний лес, я до сих пор помню этот день, это сны по замерзшей речке. Вот. И вот это вот ощущение прям одномоментно пришедшего счастья, оно у меня отложилось на всю жизнь. Это было, ну уже больше 30 лет тому назад, а я помню это. Как будто бы это было. Теперь немножко пораньше. Я ребенком вроде был таким, с одной стороны, коммуникабельным. Вот. И общительным вроде, веселым таким, подружным. Но постоянно испытывал какой-то вот внутренний дискомфорт, напряжение постоянно присутствовал. Я как-то на одной из спикерских услышал такое определение, как внутренняя вибрация какая-то. Вот эта внутренняя вибрация, она то усиливалась, и я там мог ночью просыпаться, то была поменьше. И со временем я стал задаваться вопросом, ну почему я так себя чувствую. И как-то раз я услышал разговор родителей, ну это из разряда тех разговоров, которые, наверное, дети не должны слышать. Моя мама говорила моему отцу, ты на него не дави, он личность. Вот. Я это услышал, будучи ребенком, у меня в голове эта личность очень быстро трансформировалась в индивидуальность, индивидуальность тоже достаточно быстро в исключительность. И я поверил в то, что я такой исключительный, особенный парень. Ну и думаю, ну вот ответ, наверное, на вопрос, почему мне так хреново периодически бывает. Наверное, потому что я исключительный. Ну и все срослось в голове, думаю, ну ладно, такая плата. И вот когда я выпил вот тот стакан на Новый год, у меня вот это ощущение исключительности, оно никуда не делось. А вот вибрация внутренняя, вот эта боль, ну напряжение, исчезла сразу. И потом уже через долгие годы, там в 39 лет, когда я попал в анонимный алкоголик, я понял, что вот тогда, с того момента, у меня уже выбора не было. Ну, я не знаю, кто может в здравом уме, в трезвой памяти отказаться от осознания собственной исключительности, при отсутствии боли. Я вот лично не смог. И в седьмом классе я уже пил чистый спирт, в восьмом классе я первый раз допился до испанцевства. Это был выпускной вечер, причем я никуда не выпускался. К тому моменту я уже жил в Москве, меня первый раз бросит на конечный, там, 28-го трамвая, если кто-то Москву знает, рядом с Серебряным Бором. Вот, и я проснулся утром от жуткой тряски в кустах. Но первая мысль у меня была, я знал, где могут находиться ребята, и я пошел туда. Это те ребята, которые меня ночью бросили в этих кустах. Я пришел к ним и пил дальше. Так продолжалось и дальше в школе, там, в десятом классе я сильно набедохуил на выпускном вечере. Я несколько недель тому назад, спустя 30 лет, делал 9-й шаг, делал 9-й шаг. Татьяне Владленовне, замечательная женщина. Но об этом чуть позже. Значит, я заканчиваю школу, поступаю в учебное заведение такого закрытого типа. И там я не пью 4 семестра. Не пью, когда учусь. Но в этих заведениях есть два отпуска. В феврале две недели и в августе месяц. И вот в эти дни я пью каждый день. Я заканчиваю это заведение, я женюсь, у меня рождается сын. Вот, в 22 года. И в 25 лет моя первая жена первый раз убедила меня в том, что мне нужно обратиться за помощью. Потому что я пью не переставая. И вот, конечно, не для себя, а для нее я пошел в центр ДАР, такой был в Москве. Он и сейчас, кажется, есть. Не знаю, не уточню. Это было первое обращение. Но, конечно, я не признавал никакой проблемы. Я просто, чтобы дома, чтобы успокоились. Мама плакала, жена рыдала. Сын маленький там и так далее. Потом это продолжалось еще несколько раз, то есть повторялось. Раза четыре, наверное, я, если не ошибаюсь, обращался в этот центр. Потом начались череда кодировок. Колдунья была, помню, одна на Гоголевском бульваре. Значит, там смешная ситуация случилась. Я рассказываю обычно. Я пришел к этой колдунье, мама заплатила деньги. Я обычно лечился за чужой счет. Свои деньги я знал, куда потратить. А за мое выздоровление всегда платили или мои домашние, или отец, который уже к тому моменту бежал с нами. И там эта колдунья, она там сначала пасы руками, там какие-то голубые шары трясла костями. И потом, после всего, что вот она сделала, она совершила ключевую ошибку. Она мне сказала, значит, вам это поможет, но не сразу. И я думаю, ну нормально вообще, не сразу. Вышел, жена сидит, мама сидит. Я им говорю, ну, говорю, девушки, запаситесь терпением, мне это поможет, но не сразу. Им, конечно, было не смешно, а мне было смешно. И на следующий день я уже опять был пьяным. Я не видел вообще, какой я вред наношу своей жене, сыну, маме, тёще, ну, всем, кто был рядом. А вред был колоссальный. Я об этом, ну, на этом остановлюсь чуть позже. Там история достаточно показательная получилась. И уже в выздоровлении в том числе. Значит, вот примерно в таком состоянии, я там захожу в четвёртый десяток, у меня появляется свой нарколог, зовут его Палыч. Я уже не выхожу из запоя самостоятельно. Приезжает он с капельницами, там эти крючки на люстрах, какие-то линзурки с таблетками. И, ну, я думаю, что вот это, наверное, выход. То есть, ну, раз я уже не могу останавливать запой. И вот в какой-то раз он мне говорит, слушай, говорит, Андрей, что-то походу тебе это, ну, тебе мне это надо, то есть, тебе никто надеялся. Я не знаю, что мне надо, то есть, я уже и сам рад бы остановиться, а не могу. Я, ну, какое-то смутное осознание того, что эта проблема сильнее меня уже приходит. И тут вот наступает такой ключевой момент моего выздоровления. В 2008 году я узнаю, что мне моя жена изменяет. Вот. И узнаю я это как порядочный муж самым последним там в городе. И сейчас я достаточно легко об этом рассказываю. Тогда это была одна трагедия, которая, ну, просто расколола меня пополам. Я не знал, что с этим делать. Мы 16 лет к тому моменту прожили. Нашему сыну было 15 лет. И куда вот с этим идти, что с этим делать? Я пошел в храм, вот. У меня появился духовник, но ничего спасти уже не получалось. То есть, я пил вот с 2008 по 2012, еще 4 года. И мы расстались с моей женой, и я нетрезвее женился второй раз. Вот. И вот тут я думал, что я решил всю проблему, значит, потому что, наверное, во всем была виновата моя жена. Ну, обстоятельства, которые вокруг меня складывались. И вот проходит полтора года во втором, мы еще не поженились, мы живем просто вместе. И я люблю женщину, с которой я живу, ее зовут Лена. И у меня новое место жительства, меня повысили в должности, мне в 4 раза подняли заработную плату. То есть, я получил, в принципе, все, что хотел. И я нахожу себя сидящим во дворе, с бутылкой в руках, у меня изо рта течет слюна. У меня очередной запой, который начался до Нового года, в 2011 году, в декабре. И продолжается уже после Нового года, в 2012 году. 12 января я женюсь, 20 венчаюсь, а 6 февраля моя вторая жена отвозит меня в заведение, которое я ласково называю таким платным дурдомом. Это была клиника, в которой я пролежал 21 день и узнал там о 12-шаговой программе. Первый раз. Мне на тот момент было 39 лет. Дело моей трезвости, 6 февраля 2012 года. Это вот день, когда она меня, ну, такого полупьяного привезла в это заведение. Я мало что понимал из того, что там говорили. Я только есть начал на четвертый день. Я обычно переставал есть, спать, запах. Но я запомнил две вещи в этом репцентре. Ну, и даже не репцентре, а клинике. Я запомнил консультант, которого ко мне приставили. Он был с 9 годами трезвости. И это был первый человек, который мне помогал, сам носитель этого заболевания. То ли, когда все, кто пытались помочь, они толком не знали, от чего хотят мне помочь. А этот человек знал. И вот он заканчивал любую беседу со мной, тыкая мне пальцем в грудь и говоря о том, что тебе нужны группы. Тебе нужны группы. И вот когда это продолжается на протяжении 21 дня, это все-таки запоминается. И второй момент, который я запомнил там, это он мне сказал о том, что я в опасности нахожусь не только, когда мне плохо, но и когда мне хорошо. Я обычно выход искал, когда мне становилось хреново. А вот когда мне хорошо было, то я никакого выхода не искал. То есть не хорошо и хорошо. А оказывается, когда мне хорошо, я хочу все время, чтобы мне было чуть-чуть лучше. Потом еще чуть-чуть лучше, потом еще чуть-чуть, потом хоп, реанимация. Там в следующий раз еще лучше, еще лучше, раз, милиция. Там еще лучше, еще лучше, хоп, больничка. И вот я причем попадал в больницу с разного рода травмами. И, конечно, считал, что это происходит не из-за того, что я пью, из-за того, что вокруг меня вдруг собираются какие-то негодяи, там, обстоятельства складываются неблагоприятным образом. Ну, в следующий раз все будет не так. В следующий раз уже все было так, именно так, как и должно было быть. И вот, выйдя оттуда, я прохожу амбулаторную программу три месяца. И во входе этой амбулаторной программы я первый раз попадаю на городскую группу анонимных алкоголиков. Анонимных алкоголиков, я помню этот день прям очень подробно, саму группу. Меня прям трясло. У меня было уже пару месяцев трезвости, но когда я туда ехал, у меня с ладоней подкапало. И я вообще, ну, мне было страшно. А страшно было потому, что я знал, что там надо делать. Там надо говорить правду, и правду говорить про себя. А я любил правду говорить про вас. А про себя я правду говорить не любил. Это было моим любимым занятием, кстати, в употреблении. Говорить правду про других. Значит, я прихожу на эту группу, а на ней там человек сорок было. Это большая группа такая на парке культуры, сейчас она переехала. И там были такие разные люди, там среди них были такие престарелые фрики, и были молодежь. Но вот их объединяло все, то, что они все улыбались. По большей части. А один человек меня просто сильно поразил. Его звали Володя, это я потом узнал. Он в углу сидел на этой группе, и вот он в начале группы после молитвы сел, в уголок как прислонился головой и уснул. В конце группы проснулся на молитву. И все. И потом вышли на улицу, мы с ним разговаривали. И я понял, что вот у этого человека есть то, чего у меня вообще никогда не было. У него душевный покой есть. То есть этот человек совсем не волнуется. Ему прям кайфово. А мне постоянно, я даже вот вроде бы как в компании этих товарищей по несчастью, все равно себя чувствую дискомфортно. Потом была вторая группа, потом был у меня перерыв. Я подумал, думаю, ну что, я амбулаторную программу хожу, зачем мне на группу. И тут вот наступает такой момент. Моя жена вторая, она должна улететь за границу в командировку. У меня месяца четыре трезвости. Там динут полный, машина, квартира. И вот мужчины поймут, знаете, такое состояние предвкушения. Я так стою, солнышко светит. Я в окно смотрю, брю, думаю, ну сейчас. И вот я себя поймал на этой мысли, ну сейчас. И вспомнил то, что мне говорил тот консультант. Его звали Алексей. Что я в опасности, когда мне хорошо. И я побежал прямо на группу. В интернете посмотрел расписание. Ближайшая группа была через два часа. Ну там недалеко от меня. Часа езды. И вот там я уже нашел себе спонсора. Первого. Через некоторое время. И мы пошли с ним по шагам. Первый круг шагов мне дался нелегко. Это был месяц, не город. Это был... Ну получилось, что годы. За этот период у меня через три месяца после того, как я протрезвел, я узнал о том, что я в очередной раз стану отцом. И вот первым подарком выздоровления у меня было рождение дочери. И когда у меня родилась дочь, конечно, что я первое придумал. Я думаю, ну надо мне папой хорошим быть. И я ушел вообще на полгода из групп и так далее. Меня прям накрыло достаточно быстро. Правда, заметил я это не сразу. И потом уже спустя долгие годы, там пять, кажется, лет, мы как-то с женой разговаривали на эту тему. Она мне сказала, ты знаешь, говорит, вот в тот период, когда ты был трезвым, но не выздоравливающим, мне, говорит, так никогда сильно не хотелось, чтобы ты ушел, как вот тогда. То есть она с ребенком маленьким на руках, ее нет средств к существованию, она мечтает о том, чтобы я свалил вообще из этой жизни. И меня рядом не было, ну, на пушечной выстрелке. Вот такое вот у меня было состояние без алкоголя, но и без выздоровления. Это я так плавно к первому шагу подбираюсь. Про бессилие перед алкоголем, в принципе, у меня все понятно было еще до программы. То есть эти череда кодировок, больниц, храмов и так далее, они меня убедили в том, что я не могу пить. А вот по поводу второй части первого шага, про неуправляемость, здесь у меня сложности были, потому что я, ну, социалку всю развалить не сумел за годы пьянства, кроме вот потерянной первой семьи, первого брака, у меня, по сути, и утрат никаких не было. Карьера двигалась там, деньги какие-то были, деньги какие-то, жилье и так далее. Вот, и я прямо на группе вот на этой, на первой, стоял там и пальцы загибал. Ребят, вы мне тут про первый шаг говорите, про там того, что я не управляю жизнью. Вы говорите, смотрите, у меня вот это есть там, семья, карьера, деньги, жилье, дача, машина. А мне вот этот Володя, который проспал в этом, в углу, он мне говорит, слушай, говорит, брать, ты вот к этому ко всему добавляй слово пока. И я потом, когда домой ехал, вот с этим словом пока, мне прям что-то как-то плохо сразу стало. И действительно, меня в последний раз мой руководитель отпустил полечиться. Моя жена сказала мне, это, кстати, через три недели после свадьбы, сказала мне о том, что если я выхожу оттуда и продолжаю пить, мы расстаемся, то имущество, которое у меня было, оно было записано на нее, вот там, по определенным обстоятельствам. То есть, в принципе, ну, пока это было как раз про меня. Потом, уже в программе, мне очень понравилась тема по поводу неуправляемости, вот какая. И я сейчас придерживаюсь вот этого определения. Я же вот в своей жизни, ну, добивался того, чего хотел. Ну, хотел там жену, да, на тебе жену. Сына хотел, вот тебе сын. Хотел там профессию получить, получил. Именно ту, которую хотел. Хотел карьерный рост, на тебе карьерный рост. Денеги много, да, и деньги. А вот, когда меня спонсор спросил, а че ж ты, говорит, такой несчастный-то, мне ему ответить нечего было. То есть, получается, что я добиваюсь своих целей, а они меня не делают счастливыми. И вот оказалось, что моя неуправляемость, она как раз в этом. Я что-то как-то хреновенько своей жизнью управляю. Раз она, раз результат, он не делает меня счастливым. И получается, что я просто, целеполагание у меня хреновенькое. То есть, я что-то не то себе выбираю. И вот здесь вот смутно у меня закралось сомнение, что, наверное, да, управленец я какой-то непутек. И спонсор завел со мной разговор про второй и про третий шаг. Вот. А я уже 4 года до этого, как пошел в храм, читаю книги. Вот. И уже считаю себя прям воцерковленным таким, знающим. Я такой знающий, сильно знающий там и так далее. Вот. Поучающий даже многих. И он мне тут задает такой вопрос. Что у тебя с Богом, с верой? Я говорю, я вот верю. А ютубом прям меня чуть со стула не шип этой фразой. Он говорит, ты знаешь, твоя вера тебе не поможет. Я говорю, слушай, Юр, мы тут, что ты городишь? Мы тут молимся, в круг встаем и так далее. Он говорит, тебе нужно научиться доверять Богу. Я думаю, ну опять началось. Сейчас он не будет это однокоренными словами жонглировать. Я говорю, почему тут доверяй, вера, доверие, корень один. Он говорит, нет. Это, говорит, очень сильно отличается. То есть верить в существование Бога и не иметь с Ним никакого живого контакта. Это, говорит, ну не наш путь. И я прям сижу, и он мне какой-то космос открывает. Я ничего понять не могу, о чем он говорит. У меня даже вопроса такого не вставало. Отдавили Богу. Я читаю книги, я хожу в крам, я исполняю там определенного рода обряды и так далее. И мне кажется, что все было, все замечательно. Я такой прям верующий, правильный. А на самом деле никаких отношений с Богом у меня нет. Ну есть такие странные. Я у него прошу, что хочу, а он не дает этого. А дает то, что мне нужно. А то, что он мне дает, мне не нравится. И я постоянно недоволен этим. Ну думаю, ну ладно, не даешь сам. Потом я беру то, что хочу, и опять я несчастный. Ну потому что я не знаю, что я хочу. Что мне по-настоящему нужно. И вот в таком вот, вот в этом вот состоянии, значит, подходим мы к третьему шагу. Спонсор говорит мне об этом, о решении третьего шага. Припоручить свою жизнь и волю. Я соглашаюсь с этим, как такой примерный ученик. И произношу молитву. И мы заходим с ним в четвертый шаг. И вот тут начинается такое сопротивление. Я очень долго писал первый-четвертый шаг. Но у меня есть теперь разный опыт. То есть первый-четвертый шаг у меня вот вместе с рождением дочери занял полтора года. Но сейчас вот последний свой четвертый шаг. Я написал за 12 дней вместе там с молитвами, со всеми инвентаризациями по страху, по сексу и так далее. Это я к тому, что, ну, это не пример для подражания. Мне спонсор первый говорил о том, что я вообще удивляюсь, как не сорвался, находясь в состоянии так долго. Ну, могу сказать, как я не сорвался. Исключительно потому, как сейчас для меня очевидно, что я трезвым остаюсь только благодаря его доброте ко мне, а не своим действиям. Как бы это странно не звучало, у нас же программа действий, да? Ну, я чуть-чуть дальше на этом остановлюсь. Четвертый шаг, я делаю четвертый шаг, наконец-то. Причем так получается, что ко мне уже начинают обращаться за помощью люди. А я прибегаю к спонсору, говорю, слушай, меня о спонсорстве просят. Он говорит, ну, попробуй, только смотри, говорит, чтобы тебя там не догнали. А то ты так усердно делаешь четвертый шаг, что вы скоро с ним вместе можете оказаться в этом четвертом шаге. И это помогло. Я сдвинулся с мертвой точки. Потом был пятый шаг, которого я ждал, потому что слышал о том, что в пятом шаге происходит освобождение. И там люди низко летают над землей. Я почему-то никуда не полетел. И ничего особенного не произошло, кроме того, что появился на земле один человек, который знал про меня абсолютно все. Ну, во всяком случае, я не пытался скрыть от него ничего, когда делал этот пятый шаг. Потом выяснилось, правда, что я рассказал не все. У меня такое сознание странное. Оно что-то прячет даже от меня, когда я хочу все рассказать. Но это уже дальше, когда я стал сам спонсировать. Все это подчищалось в пятых шагах, как и я делал. Шестой, седьмой шаг. Непонятные для меня шаги были. И они в первом круге так и остались для меня не сильно понятными. Но там произошла удивительная вещь. То, что не произошло со мной в пятом шаге. Случилось, когда я первый раз не прочитал, а произнес как молитву, вот то, что написано в седьмом шаге. И я не понимал, что со мной происходит, но что-то произошло. Я стал звонить спонсору. Юра, объясни мне, что со мной происходит, что это. Он мне просто сказал, говорит, вот это, говорит, и есть сделанный там четвертый шаг, пятый. Вот. И действительно изменения произошли. Меня пугали девятые шаги. Я, конечно, уже к этому времени знал, что такое девятый шаг. Я стал составлять список восьмого шага. И понял, что я готов сделать все девятки, которые там есть. Я их хочу сделать. Спонсору приходилось меня притормаживать, потому что оказалось, что девятые шаги – это не такое простое испытание. И делать их по четыре в день, разъезжая по Москве к разным людям, и не всегда эти люди рады тебя видеть. Вот это не такое, не сильно простое испытание. Я делал девятые шаги, делал старинные девятые шаги. Я расскажу про два девятых шага таких знаковых. Я в школе украл у своего товарища деньги. Причем это был тупенький момент. Он был, ну, практически друг, не знаю, близкий очень человек. У него на пляже из кармана выпал кошелек. Я решил пошутить. Спрятал этот кошелек. А потом, когда эта шутка зашла слишком далеко, и я понял, что мне сейчас набьют муру, если я его достал. Я его не достал. И потом эти деньги успешно с этими же товарищами и пропил выдаваю за свои. Через некоторое время. Ну, если бы я знал вообще, как это меня будет тяготить по жизни, я бы, конечно, не взял этот кошелек никогда. Точно стало прям, ну, достаточно быстро. Потом ушли годы, это какая-то мерзкая, липкая ситуация. Она как-то подутихла. Но в памяти это оставалось. И вот за несколько лет до анонимных алкоголиков мы столкнулись с этим парнем. Его зовут Сас. В социальных сетях тогда появились социальные сети. И я ему как-то так очень квалифицированно объяснил о том, что все это фигня. И главный козел это тот, кто тебе рассказал об этом. Опа, и деньги мы эти пропили вместе. А он мне сказал, ты знаешь, говорит, не парься вообще. Мы в детстве в возрасте такое творили, что это вообще детская шалость. Ну и все. И потом я еще попил годика-два и попал в анонимные алкоголики. А, я еще пообещал ему встретиться с ним, и там гостить любую чем. А тут я сейчас не забил. Ну вот, проходят годы, я попадаю в девятый шаг. И у меня ощущение вот это вот. Мне нужно делать ему девятку. Я, он мне дал телефон к тому моменту, у меня он был. Я не звоню, а телефон этот заблокировал. Он не отвечает. Я в социальных сетях вижу, что он там появляется. Но на мою просьбу дать ему телефон, я ему пишу. Он не отвечает. И никак на контакт не выходит. Я говорю об этом со спонсором, говорю так вот и так. А он говорит, ну слушай, он же тебе сказал, что, Андрюк, не парься, все нормально, я тебя простил, там, и так далее. Ну я слушаю спонсора, идет время, я делаю другие девятки. Но вот это ощущение вот этой липкой гадости внутри. Я перечитываю девятый шаг, а там оказывается написано все так четко. Возмещали ущерб, а ущерб налицо, там, где это возможно. И это возможно. То есть я и ущерб есть, и возместить я его могу. Я говорю спонсору, слушай, говорю, ты мне вот мертвым говоришь письма писать, а я могу живому человеку написать письмо? Он говорит, можешь, чего не можешь, пиши. И я пишу короткое письмо этому Саше, где говорю о том, что я алкоголик, я подыхал, когда с тобой связывался. И прошу его возможность, чтобы он мне предоставил возможность возместить тот ущерб, который я нанес. Потому что это жизненно важно для сохранения моей трезвости. И он прям через минуту присылает мне свой телефон после этого письма. И вот, когда было 30 лет Эй, российского, я сначала поехал к нему в Одинцово. Это была, да, такая волнительная встреча спустя 29 лет. Но первое, что мы сделали, когда увиделись, мы обнялись. Вот, с Сюрли мы говорили, я ему рассказал коротко, к девятому шагу. Я понял, что он хотел купить на эти деньги. Я не знал, сколько это сейчас стоит. Вот, и он не стал эти деньги отпихивать. Он их взял сразу и сказал, я, говорит, понимаю, что это нужно тебе. То есть мне это очень задело то, что человек, он действительно понял, что происходит. Я не хочу сказать, что я там какой-то поросячий восторг испытывал. Когда я шел от него к машине, ну, ощущение того, что вот эта гадкая страница моей жизни перевернута, это закончилось, было. Это было. Я не знаю, рассказать о нем нельзя, его можно только испытать. А второй, девятый шаг, про который я хочу сказать, это девятый шаг моей первой жене. Ущерба я нанес там достаточно. И этот человек, который там поначалу хотел рожать от меня детей, в конце, ну, я рассказывал, почему это было наше семейное отношение, она меня изменяла неоднократно и так далее. Без некоторое время она мне сказала просто, что, знаешь, у меня что-то там сломалось в какой-то определенный момент. Она вроде как разводиться не хотела, но и никаких чувств уже как-то есть. То есть я вытравил там своим пьянством и все. Так, знаете, как на пару мужиков. И я позвонил ей, попросил о встрече. Она сказала, что да, конечно, я приеду. И сама приехала ко мне на работу. Мы вышли с ней в парк, сели на лавку. Я думал, хватит минут 15. Но когда я стал делать девятый шаг, мы стали с ней говорить. И произошла удивительная вещь. Оказалось, что наше расставание, оно было началом поиска Бога. И не только у меня, но и лучше. Она еще искала. Я бы послухаю ему. Сейчас расскажу, почему искала. Но это был не конец истории с первой женой. Где-то примерно месяц тому назад я звонил своему сыну. Он живет с ней вместе. У нас с ним замечательные отношения. И я слышу по телефону, что он... У него плохое настроение. Я говорю, что случилось, Сева? Он говорит, да, поднялась сначала, а потом скажу, что случилось. Ему 24 года, он застук парень. И он мне говорит, ты знаешь, говорит, а моя жена первая, она уже была замужем после меня один раз, развелась и сейчас жила с другим человеком. И она говорит, ты знаешь, мама позвонила, и ее вот тот, с кем она живет, я не знаю, зовут, он его побил. И я испытал такое странное чувство, но я не знал, как мне реагировать, что мне делать. Но это было как-то... Я понимал, что в этом есть и моя заслуга. То есть она по-прежнему выбирает людей. Я никогда не прикасался к ней пальцем, но вот эта вот схема победения, это было созависимое, в ее жизни осталось. Ну, может быть, не алкоголик, но где-то, чтобы избираться, как честно. Я позвонил ребятам, с ними поговорил, потом позвонил сыну, сказал, что он разрезает мою помощь. Сын сказал, говорит, она уже дома, поговорить с ней сам. Я поговорил с ней, сказал, что окажу ей любую помощь, поддержку. Она уже сняла побои и подала заявление. А ей сказал, что знаешь, самое главное, чтобы это не повторялось в будущем. Ветеринский. Женщина из Ланона, ну, как бы рекомендую своих подспонсоров. Она с ней связалась, и у нее уже теперь есть спонсор. И вот она была на юбилее мужской группы, я ей дал книжку, там она не только по шагам. Вот так вот эта история свинулась вперед удивительным образом. Ну, я сам очень сильно удивлен. Это свежая история из недавнего прошлого. Вот, девятые стоги. Было еще много девяток, я возмещал ущерб, да, это ущерб такой, нанес уже в трезвости. Я как-то раз заснул за рулем, уже будучи трезвым, и чуть не убил пять человек на Калубском шоссе. Пришлось и этот ущерб возмещать. Если бы мне кто-то сказал до анонимных алкоголиков, что я сам буду ходить в судебный приступ и заполнять производство. Закрыть производство, я бы сказал, что-то вы думаете, но было именно так. То есть для того, чтобы вернуть эти деньги, мне пришлось сходить в приступ за ошибку производства в Закрыме, я взял визит, и отправил деньги. Это тоже знаковый девятый шаг, потому что трижды пытаясь с ней говорить на суде и попросить у нее прощения, я слышал, я тебя никогда в жизни не прощу. Вот. А вот когда деньги были отправлены, и в очередной раз я ей произнес эти слова, она мне сказала, да ничего. Вот это да ничего, оно стоило подороже, чем вот многие объятия там и так далее. После девятого шага, я уже думаю, что это не ситуация. Десятый, одиннадцатый шаг. Первый спонсор, он мне дал десятый, одиннадцатый шаг, в принципе, когда мы зашли в четвертый, и поначалу я его и делал с таблицей четвертого шага, потом у меня были разного рода практики десятого, девятнадцатого шага. Я скажу то, что я сейчас делаю. У меня есть в своей конфессии, к правилу, утреннее, вечернее. И есть, я проходил последний раз шаги, это связано с семинаром сообщества Духа в пятнадцатом шага. То есть, там есть вариант ответа на двенадцать вопросов вечернего одиннадцатого шага письменно. И когда возникает в этом потребность, я вышел одиннадцатый шаг, был с тетрадка для этого. По поводу двенадцатого шага я немного обморился. По спонсорной, кто видит, у меня, когда я был в четвертом шаге, много я не считаю. И спонсора, передвигающих, я стал передавать по спонсорам тем, ребятам, тем, кого провел. А то были такие моменты у меня в спонсорстве, когда я уже шарахался от звонков, то есть, там, порядка десяти, двенадцать человек, когда ведешь, они все в четвертом шага, и я старался со всеми читать книжку. Это было очень напряжно и малоэффективно. Сначала осталось, что я что-то давал, а остальных я уже начинал забиться. сейчас у меня вот в активной фазе четыре человека, идем по шагам. По поводу наркологии, вот сейчас я нахожусь в Дрыму, в Алужке, я здесь хожу в наркологию, так, в дом в дом 17-й 12-й наркологические больницы. Были опыты это 12-го шага детской у нас там есть наркологический центр квартал для детей. Ну, собственно говоря, по поводу семейных отношений еще несколько слов скажу. И вот там 12-й шагу тут мне надо эти принципы во всех наших делах. Я стараюсь это делать, мне не всегда это подключается, но лак-мусорая бумажка моего выздоровления это, конечно, семейные отношения. И у меня было два диалога с женой на расстоянии лет двух, наверное. Первый раз это в пять лет трезвости. Она мне на каждый год трезвости дарит верблюда. Верблюд вроде как много может долго не пить и так далее. есть символ такой. И вот она мне подарила пятого верблюда и мы на даче сидим и я спрашиваю «Слушайте, а годы идут, что-то поменялось?» Она задумалась такая и отвечает «Да, ты знаешь, поменялось. Ты, иногда бываешь адекватный». И я так опешил, я не знал как реагировать, думаю «Иногда бываю адекватный». И решил продолжить разговор. «А что раньше-то было?» Она говорит «А раньше-то всегда был неадекватный». Ну и то есть мне стало очевидно, что направление верное. Двигаюсь я в нужном направлении и все нормально. А тут вот не так давно, летом этого года, на даче была вторая ситуация, когда она сама заговорила на эту тему. У нас собака большая не фаунли. И вот я утром посыпаюсь в кран хожу, а она такая вся взъерошенная, жена встанная. Говорит «Слушай, у собаки клок шерсти в ноге». Я боюсь это не мешает и так далее. Ну я беру трубку телефона и начинаю звонить в ветеринарную клинику. Спокойно это делает, нахожу в ветеринарную клинику, она туда едет, все просвечивает, узнает, берет анализы, все спокойно, нормально, назначают включение, оказывается, что она подъезжает и вечером к ней говорит, так, проходя мимо, она через плечо сказать кое-что и пойти дальше. Говорит, «Ты знаешь, ты вот там своим спонсорам спасибо скажи». Я говорю, «Подожди, подожди, о чем ты?» Она говорит, «Вот ты сегодня мне позволил быть журчим». «Это я бежевала, истекила, бегала и так далее. А ты занимался делом, ну, собирал собаку». А вам все говорит, «Не знаешь, что нужно было делать в этой ситуации?» «Мне сначала нужно было тебя успокоить, а потом уже самой начать что-то делать». Потому что ты еще потом по комнате делил шаги долгое время и так далее. и вот это тоже наверное такое вот дорогого стоит для меня этот разговор. Наверное я на этом закончу, если есть какие-то вопросы с удовольствием отвечу. Спасибо, что послушали. Спасибо, спасибо, Андрей. Мы прочитаем пару наших сообщений и продолжим с вопросами. Друзья, для напоминания 12-я традиция гласит анонимность духовная основа всех наших традиций. Все, что ты увидел и услышал здесь, должно остаться здесь. Седьмая традиция гласит каждой группе следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи из НЕМ и просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы новых друзей и гостей. Просьба не жертвовать. Время сбора пожертвований открыто для объявлений группы или А в целом. Друзья, меня зовут Виталий и я алкоголик. Хочу обратить ваше внимание, что завтра не состоится собрание в Ребцаре Федис, так как праздники. И вообще проверяйте расписание группы. Сейчас весь месяц будут праздники и не будут проводиться группы. Знаю, что завтра не будет в Петахтикве группы, послезавтра не будет группы в Патьяме. То есть проверяйте расписание, потому что из-за праздника многие группы все-таки не будут работать в своем нормальном режиме. Какие-то еще у нас есть объявления? Привет, Андрей. Я меньше лишил повторников в Центре Виктория. Все знают, я координатор по Паткоскину на фонд по шагам. У меня есть три женщина с каваномы пациент подъема. Если кто втекаетесь я еще напишу конечно. помочь в этой компании так что пишите язык. Конечно мы отключаем марафона не было. Он переживает, что он не слышит. Ясно, спасибо. И да, напоминаю про марафон после завтра 30-го числа в Петахтикве марафон. Добро пожаловать всем. И давайте перейдем к вопросам. Да, друзья, кто хочет задать вопрос, пожалуйста, поднимайте. Да. Привет, Андрей, спасибо за спикерское хорошее такое, глубокое. Жуткий фон и тебя было немножко плохо слышно в некоторых местах. А, я Вова алкоголика не пристался. Я был в Москве у вас дважды и во втором приезд планировалось съездить в 17-ую если я правильно помню, правильно тебя услышал в 17-ую больницу на служение и были какие-то там технические причины я уже не помню я не попал если можно просто поподробнее расскажи как это у вас выглядит у нас немножко эти репцентры такие домашние а у вас насколько я понимаю это крупная государственная больница да, наркология то есть как вы проводите спикерское выступление тематические встречи сколько там народу лежит ну расскажи пожалуйста какие-то подробности об этом спасибо и Андрей извини пожалуйста если можешь чуть-чуть подальше от микрофона вообще сидеть чтобы тебя было чуть лучше слышно чтобы не провалился спасибо не слышно вообще сейчас нормально слышно по поводу больниц там есть разные варианты донесения где я был там есть линейное отделение ну линейное отделение это где вот лежат 21 день я бывал там в женских отделениях и в мужских отделениях каким образом там это происходит мы приходим туда в отделение ну 3-5 человек к нам приходят это ну чаще всего в столовой туда заходят ну тоже наверное человек 5-8 и мы коротко рассказываем по 10 минут каждый свою историю быстренько потом по желанию задают вопросы ну по опыту сложнее всего почему-то разговаривать с женщинами в женском отделении как-то вот тяжело происходят эти беседы есть в этих больницах есть группы рубикон чемпионы то есть куда приводят новичков прямо из линейных отделений я был на этих группах то есть там всегда тема первый шаг вот обычно проходит в формате короткая спикерская 15-20 минут и потом высказываются все по кругу но вот эта эффективность там повыше оттуда люди приходят мы там раздаем и визитки своих групп вот и есть еще такой формат реабилитационный центр при наркологии там лежит все время порядка от 30 до 40 человек и там это проходит в формате группы но форматы у проведения группы тоже разные либо это высказывание всех по кругу по чуть-чуть и репцентровских тоже либо высказываемся мы мы идем туда группой в 6 человек то есть это всегда четкое количество оно оговорено с персоналом вот высказываемся коротко и потом отвечаем на их вопрос вот вот этот формат он наверное наиболее эффективен и вот оттуда из этого репцентра тоже часто люди приходят на группу там есть возможность дать им телефоны дать визитки и это тоже на мой взгляд эффективно получается вот наверное вот так в этих больницах доносим идеи спасибо 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 привет меня зовут Виталик и я алкоголик тоже у меня есть где вопросы большое спасибо за спикерскую скажи пожалуйста семейное отношение все-таки семейное отношение и традиции да и шаги ну в основном традиции первый вопрос в принципе насчет традиций все-таки очень много любят говорить сегодня да именно о применении традиций не только в сообществе да а в личной жизни но в том числе и в семейных отношениях если у тебя такой опыт может быть ты не за такой опыт да расскажи пожалуйста про это я специально традиции не изучал то есть у меня были задания от спонсора прочитать книги а взрослеет 12 на 12 мы с ним их обсуждали доктор боб и славные ветераны вот применение традиций в семье я знаю эту тему я с ней знакомился вот ну чтобы я вот так как-то на уровне лозунгов там приходил и говорю я сегодня буду применять первую традицию о единстве в семье ну так так у меня это не работает мне важнее наверное я скажу прямо мне важнее следить за своей духовной формой когда я в хорошей духовной форме у меня это происходит когда есть контакт с моей высшей силой когда у меня есть подспонсорные когда я активен в шагах когда я делаю 12 шаг вот тогда все в семье у меня в порядке я служу с любовью в семье вот я не становлюсь на какой-то пьедестал и вот это вот словосочетание служить с любовью я его не сам придумал это один из впереди идущих такой Саша Че вы может быть его тоже знаете я от него это услышал он говорит ну смысл вообще вот всей этой программы это слова доктора Боба оказывается то есть вот прийти к этому служить с любовью ну для меня важно в этом словосочетании еще знать что такое любовь и что такое служить я вообще к словам в программе стал относиться бережно то есть мне вот когда я там несколько кругов шагов прошел для меня стало важно вообще держать перед собой перед глазами там формулировки что такое толерантность что такое терпение что такое служить что такое любовь что такое доброта их масса всяких вариантов вот и вот это для меня вот это для меня важно в семейных отношениях и что касается вот еще непосредственно действий то есть это вот такие вроде как пространные фразы я могу сказать что я конкретно делаю то есть когда я делаю 12 молитв медитации визуализации там речь идет о том чтобы я в первую очередь как раз в семье и был полезен и там речь идет о действиях и я когда составляю свой план на день там есть конкретное минимум одно действие по отношению к каждому члену моей семьи и самое главное мне его делать это действие это действие может быть простым у меня есть сын ну он жены сын ну я его считаю своим сыном вот ему 25 лет и вот он с большим трудом просыпается на работу вот и я несколько месяцев писал себе будить славу на работу и делать ему яичницу я сам не ем яичницу вот но я ему ее делал и будил его и прошло несколько месяцев я перестал это записывать в план но я его до сих пор бужу и делаю яичницу вот у меня это работает так еще мне очень показательно было мое духовное состояние когда у меня дочка родилась я помню такой момент я значит молюсь на кухне там медитирую а в коридоре дочка и она кричит на горшке сидит и кричит я покакала вот ну мешает мне молиться медитировать я выхожу в коридоры такой весь это возмущенный на жену ору говорю ты что мать совсем нюх потеряла я тут молюсь медитирую давай-ка займись дочкой вот в таком духовном состоянии я был я думал что моя моя духовность она там где-то наверху а на самом деле она вот там вот в этом горшке там пол помыть посудку помыть вот это показатель для меня выздоровления в семье а так-то я могу конечно очень хорошо свистеть на группах там и так далее приходить домой и там ад у меня было такое спасибо 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 большое друзья вопросы у кого-то поднимайте руки ясно тогда я продолжу еще с вопросами да какое место занимает спонсор в твоей жизни работаешь ли ты до сих пор с тем же спонсором с которым ты работал с которым ты работал и какое какое место в жизни у тебя вот на сегодня если я не ошибаюсь у тебя 7 лет трезвости да вот сколько сколько времени сколько это как вы общаетесь спонсором часто ходишь ли ты к нему до сих пор за советами значит у меня я проходил программу с тремя спонсорами то есть и со всеми с ними я поддерживаю отношения с первым спонсором мы созваниваемся не так часто вот со вторым человеком с которым я проходил программу вот он как раз рекомендовал мне поспекерить вас его зовут Дима вы его наверное знаете вот тот человек с кем я проходил программу последний раз ну мы регулярно с ним общаемся и мне нравится что наше общение это не то общение которое у меня было сначала то есть когда у меня появляется конкретный вопрос я могу позвонить вот любому из трех кого я назвал и еще у меня есть раз два три четыре человека которым я тоже могу позвонить там они по всему миру разбросаны но это как раз речь идет о том что я общаюсь с людьми которых считают духовно пробудившимися и не только я их считаю духовно пробудившимися такое вот просто общение ради общения ну как-то оно не сильно интересно стало то есть я звоню с конкретным вопросом получаю конкретный ответ и ну мне это помогает вот это что касается спонсор спасибо спасибо то есть ты имеешь ввиду в принципе десятый шаг следующий вопрос он был в принципе который я хотел задать именно про десятый шаг на вот на ежедневной основе то есть ты подразумевал под этим в принципе десятый шаг или нет да десятый шаг ну я тебе хочу алло слышно да значит про десятый шаг я хочу немножко ну два слова буквально сказать про десятый шаг раньше я десятый шаг вот считал продолжаем наблюдать когда заметил я обращаюсь к Богу вот если я что-то уже успел напороть то я пытаюсь это исправить и вот кому-то звоню и когда я звонил кому-то я там рассказывал долгие истории про то что со мной произошло и так далее а вот в последнем круге шагов тот человек который меня вел по шагам он сказал знаешь говорит вот этот звонок он больше нужен для того чтобы выяснить не нанес ли ты ущерб кому-то то есть вот этот взгляд со стороны как раз для того чтобы узнать а что я должен сделать тут же должен я там исправлять ошибку или не должен я сейчас стараюсь больше вот с этим вопросом к спонсору обращаться а не рассказывать вот этих вот как это расскажите об этом кому-то и вам станет легче у меня сейчас не такой десятый шаг мне легче становится когда я чувствую контакт в боком а не ну не из-за того что меня какие-то замечательные люди окружают хотя это тоже приятно то есть вот опора на Бога она значительно важнее чем на людей это здорово когда есть с кем поговорить но бывают моменты когда не с кем поговорить что тогда вот и еще там очень важно в десятом шаге до конца его делать то есть там написано вот та строчка которая а у вас же книга издана правильно это у нас она там чуть-чуть не так издана и нет там строчки про помощь страдающему алкоголику вот вот это тоже очень важно то есть позвонить новичку и ну или или если не предоставляется возможности помочь алкоголику хотя для меня это в приоритете то есть бабушку через дорогу может переводить любой а квалифицированно помочь страдающему алкоголику вот я как алкоголик перенесший все эти там муки страдания могу а вот тот кто переводит бабушку через дорогу он не может потому что я часто слышал на группах там можешь быть полезен везде да я могу быть полезен везде но в это время кто-то умрет от алкоголизма то есть мне нужно быть полезным ему и вот это вот это для меня важно вот так вот про десятый шаг спасибо окей спасибо я продолжу я продолжу если у кого есть вопросы у кого-то появились нет значит я продолжу скажи мне на группы посещение групп как это отличается отличалось в начале твоего выздоровления сколько сегодня ты ходишь на группы и служение непосредственно на группы я имею ввиду служения да не спонсорство ну обычные служения и посещение групп и сколько ты рекомендуешь вот твоим подспонсорным новичкам которые приходят в программу какие ты даешь вот рекомендации насчет этого да я понял спасибо значит по поводу служений вот недавно у меня закончилось на одной группе служения ответственного за новичков кстати замечательная группа кто будет в Москве приходите это группа называется по изучению большой книги так и называется это моя домашняя группа одна из двух то есть потому что обе эти группы делала одна инициативная команда вот а на другой на мужской группе которая исполнилась год не так давно там у меня служение расстановщик стульев член комитета по пятой традиции и представитель в территориальном комитете служения у меня были разнообразные я там был и председателем группы и чашки мыл то есть это все именно как служение а не как верение души своим поспонсорным я служение рекомендую брать сразу и не пытаться съезжать на это я иногда помою чашки иногда расставлю в ступе я не считаю это служением я считаю служением то что я делаю на регулярной основе там допустим три месяца или шесть месяцев как это регламент устанавливает по поводу посещения групп я до сих пор посещаю группы как только у меня появляется возможность вот с работы еду там у меня есть группа хорошевка она 18.30 если я даже не успеваю на начало то я всегда на нее заезжаю в своим подспонсорным у меня есть такие подспонсорные ну допустим это все зависит от обстоятельств у которого там вот семеро детей вот и у него семеро детей рассеянный склероз он ходит плохо еще при этом ходит на работу с которой его кстати скоро собираются уколить и вот говорить ему о том что он должен посещать группу каждый день когда он из дома плохо выходит иногда я конечно не могу и это все ну так дифференцированный подход то есть тут нет универсального там 90 на 90 если ты их не проходишь то я от тебя откажусь я таких позиций не занимаю те кто могут максимально ходят есть люди которые вообще никогда на живых группах не были а у них нет такой возможности они со мной по скайпу работают и вот рядом здесь есть город портенит он периодически там выбирается оттуда там на какую-то группу а вот чтобы на регулярной основе ходить у него не получается то есть вот такой вот подход спасибо да спасибо немножко продолжу эту тему если вопросы ни у кого не появились у нас просто тут есть большой листок уже с заготовленными вопросами от группы у нас есть еще время на пару вопросов ну тогда я понимаю что ты считаешь это нормально выздоравливать на скайп группах почему потому что у меня тоже есть пару ребят которые у которых нету возможности ходить на живые скайп группы честно сказать на живые группы у них нету возможности ходить и мне как бы приходится рекомендовать им ходить на скайп группы мне не легко это делать потому что мой опыт выздоровления это опыт выздоровления именно на живых группах я сам пытаюсь вот когда Я когда рекомендую под спонсорным ходить на скайп-группу, я сам туда начал ходить, для того, чтобы посмотреть, чтобы поиметь личный опыт. И вот я не знаю, то есть ты считаешь, это нормально выздоравливать на скайп-группах и только при помощи скайпа? Потому что люди жалуются, да? То есть люди жалуются, это не... Да, я понял вопрос. Да, я понял вопрос. Я не считаю нормальным ходить на скайп-группы при возможности посещения живых групп. И те, кто выздоравливают в моем городе, где 180 живых групп, я никому из них не рекомендую ходить на скайп. Я сам хожу на скайп, вот у нас есть группа замечательная, там в 7 утра. Я утром собираюсь на работу, включаю эту группу, но вечером я иду на живую группу. И, ну вот, говорить человеку, это же у нас болезнь, изоляция, да? То есть, ну, один из признаков заболевания. И мне кажется, что если, ну, это мое мнение, потому что я на скайп-группах не выздоравливал, я выздоравливал на живой группе. То есть, опять же, это не опыт, а мнение. И мое мнение, что это просто один из способов в изоляции. Ходить на скайп-группы при возможности посещения живой групп. Вот такой вот ответ. Спасибо. Спасибо. Коронный вопрос. Коронный, да, будет. А, да, окей, Вова, пожалуйста. Снова я, Вова, алкоголик. Андрей, уточни, пожалуйста. Я был на группе по изучению большой книги. И вот я сижу, силе вспомнить адрес, не могу вспомнить. Это та группа, где разложены книги на стульях. Это там я был. Мне очень понравилось. Спасибо. Да, привет, спасибо большое. У меня есть твоя закладка, которую ты там раздавал, и сувениры. Вот у меня закладка лежит. А, ну я просто, ты далеко сидишь, я не сразу тебя узнал. Да, это именно та группа. Она, правда, сейчас ищет новое помещение. Да, это на Сретенском бульваре, айти-кафе, зеленая дверь. Именно там ты и был. Привет. Да, и два коротеньких последних вопроса. Первый вопрос, скажи мне, а у тебя есть опыт работы по шагам с людьми других зависимостей? Может быть, созависимых, может быть, наркоманов. Есть ли у тебя такой опыт, и как вообще ты относишься? Нет, у меня такого опыта нет. И у меня есть опыт из таких опытов, нарушающих традиции вроде как. Ну не традиция, а определенные правила. Я один раз провел женщину по шагам, вот. А такого опыта... У меня нет опыта употребления наркотиков, вот. Созависимость. Я не проходил программу в Аланоне, так что, ну не считаю возможным вести людей. Там есть квалифицированные специалисты, и, ну, наша... Моя проблема, она отличается от их проблемы. Моя проблема – зацикленность на себе, и их проблема – зацикленность на таких, как я. То есть, ну, мне кажется, это прям диаметрально противоположные темы. Вот. Хотя вот я рекомендую определенный Аланон, то есть тот Аланон, который идет шаги по большой книжке, а не по ежедневникам выздоравливает. То есть, мне кажется, что... Не то, что кажется, это и есть так. Ну, наша книга, она была написана для семейного выздоровления. Там есть ее внимательно читать, почитать историю. То есть, это и для той, и для этой стороны. И вот то, о чем я узнал в книге «Доктор Боб и славные ветераны», о том, как вот Лоис Вилсон, Анна Смит занимались делами анонимных алкоголиков, и, будучи не алкоголиками, выздоравливали первых женщин-алкоголиков. То есть, ну, я считаю, что каждый должен своим делом заниматься. Мне неплохо получается помогать алкоголикам. Спасибо. Спасибо. Ну, и тогда последний традиционный вопрос на нашей группе. Скажи, если бы ты имел возможность, вот сегодня, имея свой опыт, что-то сказать тому Андрею, вот, который пришел на первую группу, дать какой-то совет, может быть, что-то это, что бы ты сказал сам себе? Андрей, я бы сказал сам себе, Андрей, делай быстрее шаги. Вот не морочь голову, вот так бы я сказал. У меня проблема вот с этой, с замороченностью. Я, мне кажется, что я умнее всех и придумаю, а вот тогда нужно было просто довериться, а у меня это не получалось. Доверься, Андрей, вот я бы так сказал. Спасибо. 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 Наше собрание подошло к концу. Поблагодарим спикера за его выступление. Спасибо, что предоставили мне возможность провести эту встречу. Если я кого-то обидел, прошу у вас прощения. Хочу напомнить вам, что мнение, высказанное на встрече, это личное мнение и опыт каждого, а не мнение, а в целом. Закончим наше собрание, декларация ответственности А. Если кто-либо где-либо будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи протянулась к этому человеку. И я отвечаю за это. Давайте, посреди меняйся в нашей молитве. Боже, дай мне разум в жильный покой принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Аминь. Большое спасибо, Андрей. Большое спасибо. Спасибо. До свидания.